Добрый день, уважаемые участники. У нас уже начинают присоединяться наши слушатели. Буквально пару минут подождем, чтобы все сотни людей из регионов Восточной Европы и Юго-Восточной Европы и Центральной Азии к нам подключились. Есть кнопочка «Перевод». Пожалуйста, на нижней панели выберите язык, на котором вам удобно слушать наш вебинар. Переводится по-боснийски, по-грузински, по-русски, по-албански. Пожалуйста, выбирайте язык, который вам удобен. Меня зовут Виктория Калинюк. Я координатор системы реакции, которая работает в рамках оригинального проекта Глобального фонда Альянса общественного здоровья. Мы документируем нарушение прав человека и в случае дискриминации между представителями примечивых групп ВИЧ и в рамках 16 дней активизма против насилия женщин и девочек. Мы проводим такие три очень интересных вебинара. У нас такая прекрасная звездная спикер из Украины. Много из Украины к нам присоединились, зная, что она будет. Это человек, Марта, у нее колоссальный опыт, она о себе расскажет. Сейчас мы ждем, чтобы все присоединились. Еще несколько технических моментов. У нас уже был один вебинар, и запись этого вебинара я сброшу в чат и на страницу, где мы его опубликуем. К сожалению, из-за проблем с электроэнергией в Украине нам немножко сложно оперативно говорить, публиковать информацию. Простите за задержку. Мы опубликуем все на странице компании «16 дней против насилия». У вас будет время просмотреть запись, и у вас будет время просмотреть финальное тестирование. Финальное тестирование будет после третьего вебинара, в пятницу, и у вас будет 2-2 недели, чтобы пройти тест. То есть, чтобы пройти тест и получить онлайн сертификат, можно до конца года, текущего года. Это будет именной сертификат с вашим именем, фамилией, и он придет к вам на почту, с именем, фамилией вашей. Мы ждем. Если вдруг у вас есть вопросы, вы можете их задать в чате. Можно там поздороваться с коллегами. И если есть вопросы по теме, обо которой будет говорить Марта, пожалуйста, используйте кнопку Q&A «Вопросы-ответы» и задавайте вопросы. Можно и публично, или приватно задать вопросы. Мы будем стараться ответить на все ваши вопросы. И еще буквально минуточку, мы подождем. И уже будем начинать. Я думаю, уже можем начинать. Вебинар идет в записи. Если кто-то к нам присоединится позже, то они смогут прослушать нашу запись. Марта, вам передаю слово, всех наших слушателей передаю, и буду следить за вопросами и ответами, чтобы своевременно их задавать. Пожалуйста, участники, используйте кнопку Q&A, чтобы задавать вопросы. Панни Марта, микрофон. Благодарю, Виктория. Добрый день, добрый день всем участникам, участницам. Спасибо за приглашение, за внимание к этой важной теме. Я думаю, очень важной. Сейчас я выведу свой экран на монитор. И тут у нас будет так. Сейчас, секундочку. И вот. Есть кратко о том, кто я. Я работаю в ГОО «Центр женские перспективы». Это организация, которая уже 25 лет работает в Украине. Мы физически находимся во Львове, в городе Львов. И мы продолжаем работать во Львове. Львов сейчас – это один из наибольших таких хабов для внутренних перемещенных лиц. Вот у нас из одного убежища мы перешли к семи убежищ. Мы даем комплексные услуги людям, которые работают с нашими… Люди работают с целевыми группами. Это женщины в кризисных обстоятельствах. Это в основном те, кто пострадали от домашнего или гидрообусловленного насилия. Я даю терапевтические услуги, представляю. И мои основные инструменты – это КПТ, схемотерапия. И еще я много работаю с группами специалистов, психотерапевтов, полиции, судей и других целевых групп. Для того, чтобы… Основная идея в том, чтобы социум, чтобы общество, пространство, в котором находится пострадавшая, чтобы он был чувствителен к ее страданиям. И сегодня это уже вторая наша встреча. В понедельник мы немного подробно распаковали основные модели, которые нужно обращать внимание, работая с случаями насилия, особенно домашнего и гидрообусловленного. Сегодня мы будем говорить о домашнем и гидрообусловленном насилии со стороны насильников. То есть мы будем говорить о моделях и влияниях, которые побуждают человека, обидчика, творить насильство. В понедельник мы начали немного об одной из таких моделей, и сейчас я к ней подойду. Вот я уже могу начинать, да? Могу уже приходить к теории. Да, да, будем начинать. И я думаю, что, фантазирую, что все присутствующие знают, что у нас есть четыре формы насилия. Их четыре. И эти четыре формы, они зафиксированы, прописаны буквально в украинском законодательстве и во многих международных документах, в том числе в Стамбульской конвенции. Это физическое насилие, психологическое, экономическое и сексуальное. То есть четыре таких формы насилия, которые мы идентифицируем и которые мы выделяем, чтобы лучше понимать и детализировать происходящее, то, что происходит. И вот модель, про которую мы начали говорить на прошлом вебинаре, это Миннесотская модель «Колесо насилия власти и контроле». Эта модель называется или «Колесо власти и контроля», или Миннесотская модель «Колесо насилия». И в прошлый понедельник я немного начала рассказывать о том, в чем, собственно, заключается суть этой модели. И сейчас я кратко повторю, Миннесотская модель, она концентрирует внимание людей, которые работают с ней на том, что в начале любого насилия, любых таких отношений, это психологическое насилие. То есть с психологического насилия все начинается. Если это психологическое насилие работает, то физическое насилие не используется, потому что власть и контроль, то есть желая ему я, может быть получено путем психологического насилия. И эта модель, этот нюанс дает нам понимание того, что когда мы имеем контакт с человеком, который имеет очевидные признаки физического насилия, это означает, что очень имоверно, очень вероятно, что достаточно длительное время этот человек страдает от психологического насилия. Даже небольшие телесные повреждения мы должны воспринимать очень серьезно, потому что это означает, что уже психологическое насилие длится долго. Миннесотская модель, она ставит вот в главу угла, в ядро поведения обидчика, потому что Миннесотская модель, она концентрируется на стратегиях поведения обидчика. В центре этой модели это потребность во власти и контроле. Миннесотская модель говорит о том, что человек реализует, начинает реализовывать насилие под воздействием основной мотивации, потребности во власти, установления власти и контроля над жизнью другого человека. Ты будешь делать так, как я сказал или сказала. Ты будешь, не знаю, работать или не работать, носить те вещи, которые я сказал, писать уроки, делать уроки, когда я сказал или сказала. То есть я лучше знаю, что ты должен или должна сейчас делать. То есть я устанавливаю свои... Я сильнее, я реализовываю это преимущество в силе. Сейчас мы поговорим про основные такие стратегии, которые используют обидчи для того, чтобы установить эту власть и контроль. Во-первых, это угрозы, и он заставляет, и запугивание. То есть человек устанавливает такую атмосферу, когда пострадавшее лицо постоянно должен жить с оглядкой, оглядываться и ожидать, что он получит какое-то распоряжение или приказы. Делай так. И это очень директивно, очень однозначно. Я лучше знаю. Если ты не будешь делать так, то будет больно, например. Или прямо говорит. Если ты не будешь делать то-то, то-то, не будешь меня слушаться, то будут последствия. И очень часто называют эти последствия. Например, последствия могут быть физического характера. То есть он рассказывает, что будет, как он будет уничтожать, или рассказывает, как... Такие ужасные, ужасные перспективы, вплоть до угроз убийства. И эти угрозы, они воспринимаются, как правило, достаточно серьезно, потому что есть основания бояться, что эти угрозы могут быть реализованы. И здесь вот обидчик, он может творить это насилие... Вот у меня есть клиентка одна, которая говорит, что он звонит, вот с разных номеров он звонит, то есть она не дефицирует, что это он звонит, и говорит, ой, ты будешь похоронена на таком-то кладбище, например. Рассказывает о деталях это все. И это очень сильно вводит в стресс пострадавшего человека. Такие запугивания, они очень быстро и часто достигают цели, власти контроль реализовывается. Изоляция. Мы в пятницу будем больше говорить про изоляцию. Это одна из ключевых стратегий, когда обидчик, он перерезает, скажем так, отрезает любые контакты человека, пострадавшего с социальной группой поддержки. Осень очень часто, он, например, уничтожает мобильный телефон, то есть разбивает мобильный телефон, чтобы у нее не было контактов, чтобы не осталось. И если в облаке не осталось, то она осталась без контакта. Он запрещает, например, видеться с близкими, контакты с близкими, с родителями, с подругами. То есть изоляция – это одна из ключевых стратегий, которые мы проверяем, мы наблюдаем. Я всегда спрашиваю у пострадавшей, кто возле вас есть, какие люди, кто вас может поддержать, с кем вы можете поделиться этой болью, которой вы живете, этими проблемами, в которых вы живете. Кто может вам помочь? Изоляция – это тоже ключевая стратегия в установлении власти и контроле. Она остается, ну, вроде бы, одна, и у нее нет откуда взять, подчеркнуть этот ресурс, с кем посоветоваться, с кем поговорить. И поэтому важные, очень важные рекомендации, очень важные рекомендации, которые дает Косомбульская конвенция, чтобы создать горячие линии, нужно создать, чтобы создать конституционные пункты или службы. И если вы работаете в системах или организациях, очень важно, чтобы с человеком были рядом с человеком, который хочет нарушить эту изоляцию. Потому что очень часто такой человек очень одинок. Это обесценивание и обвинение пострадавшего. Что же я тебе сделал? Ой, какая неженка. Я тебя просто за руку взял. Да никуда синяков нету. Или синяки маленькие. Они очень часто используют это в коммуникации с правоохранителями тоже. Видели эти тенденции на колесе Энер-Вокер. Эти стратегии выписаны в отдельную сферу. Манипуляция детьми это рядом с изоляцией идет. Это одна из ключевых стратегий установления влады, власти и контроля над пострадавшей. Обидчик говорит, что ну иди, иди куда хочешь, но ребенок со мной останется. И тогда она уже не ходит, потому что например, ребенок болеет. Был у нас случай, когда ребенок ребенку нужно было мед. Помощь, медикаменты, процедуры от астмы, а он был против процедур. И ребенок рискует жизнью, буквально, если он остается без помощи. И у нее нет возможности оставить ребенка. И поэтому она остается с обидчиком. Манипуляция детьми бывает различным способом происходит. Например, манипуляция детьми мы часто видим после сепарации, когда обидчик, он потерял власти контроль. Например, вот они развелись уже, она уехала куда-то, переехала в другой город, и он устанавливает время свиданий и посещает детей, и таким образом он начинает манипулировать детьми. Например, у нас были кейсы, когда обидчик дарил детям маленькую игрушку с микрофоном, а у него микрофон был в этой игрушке, или дарит ребенку мобильный, и каждый вечер звонит и просит «А ну-ка поснимай, что происходит дома?» То есть речь идет о том, что для него важно не даже отношение с ребенком, не взаимодействие с ребенком, а восстановление власти и контроля, которые были, которые он из-за сепарации потерял. Такой пример, который был достаточно иллюстративный пример манипуляции детьми, когда обидчик просил суд и совет через суд он просил назначить ему время свидания, место свиданий в квартире, где она живет, где он пострадавшая. Она сказала, «Приходи, мы договоримся, я тебе выведу детей на улицу, ты, пожалуйста, с детьми гуляй и возвращай их». Но ему было мало. Он хотел, чтобы встречи происходили на ее территории, где она проживает. А она не хотела его пускать в свой дом, в свое личное пространство. и таким образом, если у нас имеем дело с кейсом, где дети, важно спросить, что с детьми происходит. В каком они статусе? Потому что дети, вот, в прошлый раз мы говорили про детей, дети могут быть таким двигателем для того, чтобы вывести постадавшего из синдрома полученные беспомощности. здесь тоже очень важно понимать, что дети очень часто до определенного возраста они принимают вину на себя. У них такое вот эгоцентрическое восприятие, мировосприятие, эгоцентрическое, то есть они воспринимают мир через призму, что я нахожусь в центре мира. И, соответственно, все происходит из-за меня, все потому, что я. Дождь падает, потому, что я вот что-то захотел. Папа бьет маму, потому, что я вот что-то там не сделал. У них все происходит, потому, что я. И когда ребенок, соответственно, видит это насилие, очень часто ребенок берет как бы вину на себя. Вот исследования проводились в Италии по этой теме достаточно давно. И итальянские исследователи, ученые, они доказали, что ребенок, который наблюдает за насилием, который видит насилие, может быть более травмирован, чем ребенок, который один из родителей бьет, а другой родитель помогает этому ребенку выйти из травмы. то есть когда такой ребенок наблюдает за насилием, то он переживает метафорическое такое, как будто ребенок становится, ну, как будто теряет обоих родителей. Метафорически этот ребенок становится сиротой. то есть ребенок понимает, что сейчас ребенок не нужен ни одному из них, и Стамбульская конвенция очень хорошо это участвует, рекомендуя государствам рассматривать ребенка свидетеля как пострадавшего ребенка, пострадавшего от домашнего насильства на селе. это хороший подход. Манипуляция детьми при установлении власти и контроля это одна из ключевых. Дальше, дальше, самая ключевая стратегия корни этого поведения мужчин против женщин это гендерные аспекты насильственского поведения. Это гендерный корень. Когда мы начинаем распаковывать эту стратегию, мы должны понять или вспомнить, что, к сожалению, мы живем в патриархальных культурах, патриархальных странах, где насилие легитимизировано и передано мужчинам с начала социализации. Как только мальчик рождается, ему делегируется насилие. Ему родители рекомендуют отстаивать свою игрушку, забирать свою игрушку, не плакать, быть сильным, быть активным, быть таким, тем, кто принимает решения. И такой ребенок через сигналы социального окружения, ближайшего социального окружения, он понимает, что это похвальное поведение. С другой стороны, и похожие сигналы есть и к девочкам, но с противоположным контентом. То есть, мы формируем девочку, чтобы она была ориентирована на потребности других людей, чтобы она была чувствительной, чтобы она была обслуживающей. То есть, девочки гендеруются или социализуются таким образом, что они ориентированы на установление отношений, что она должна подстраиваться под потребности семьи, подстраиваться под потребности мужчины. А мужчина, например, таким, который принимает решения и может использовать насилие. И используя эти привилегии мужчины, мужчины очень часто устанавливают власть и контроль семьи. слышим такие истории про то, что он говорит, что только потому, что я человек, ты будешь делать то, что я сказала. В моей семье женщина не будет работать. В моей семье женщина не имеет права в таком способе говорить. То есть это вот эти вещи, которые в культуре, в культуре являются такими насущными дискурсами. И углубляться в эту тему, когда мы углубляемся, мы видим многое чего, и это корни, которые питают насилие. Это основная живительная питательная система насильственного поведения. Дальше, когда мы будем говорить о программах для нарушителей, для обидчиков, то, собственно говоря, начиная разбираться с вот этими корнями гендерными, то насильники начинают разбираться, как именно они становятся обидчиками, как именно социум создал такие роли и передал им вот эти полномочия, полномочия, которые они осуществляют. имеется ввиду осуществлять свою власть над другими людьми. Дальнейшая стратегия довольно расширенная и сейчас и она стала, например, известной в Украине, например, когда началась эпидемия ковиду, когда очень много бизнесов закрылось, когда много людей потеряли свою работу, работа. И это было экономическое насилие. Мы наблюдали такой тренд, даже можно так сказать, когда пострадавшие, когда уже они дистанциировались, когда они от случая, когда они нашли работу, когда снимали квартиру, когда они жили отдельно, когда они потеряли из-за ковида работу, то они были вынуждены вернуться к обидчику снова своему. Почему? Потому что там была у этой женщины часть квартиры собственности и она не имела другой возможности иметь другое жилье. Мы в то время провели опрос наших бывших клиенток и мы встретились с значительным ростом насилия из-за экономического насилия, когда люди рассказывали о том, что начался такой очень сильный прессинг и это относилось к утрате денег, к зарабатыванию денег. На этой основе начинались какие-то дискуссии по поводу кредитов и так далее. И это довольно часто было не в интересах семьи, не в интересах пострадавших, а это мало четкие признаки экономического насилия. И мы наблюдаем экономическое насилие, особенно в уязвимых, в рамках уязвимых категориях пострадавших. мы видим, что если, например, женщина имеет, скажем, там, дополнительные признаки уязвимости, очень часто она имеет много, допустим, долгов, она имеет какие-то значительные кредиты, она довольно часто эксплуатируется и выполняет работу, которую не должна выполнять, то есть домашнее насилия и, собственно говоря, экономической эксплуатации, они очень связаны друг с другом, потому что довольно часто такие женщины имеют признаки физического насилия на теле, поэтому их работодатели не всегда охотно принимают на работу, довольно часто такие женщины имеют проблемы со здоровьем и пользуясь этими такими, скажем так, условиями. Работодатели просто берут таких людей на очень низкооплачиваемые нелегальные работы, и достаточно часто обидчики привлекаются, становятся частью экономического насилия, таким способом принуждая женщину зарабатывать деньги. Другая сторона экономического насилия, это то, что отбитчик, нарушитель ограничивает ее экономическую деятельность, говорит, что тебе не обязательно работать, ты должна заботиться о нас, и я буду зарабатывать деньги, а ты не работаешь, хотя эта женщина хочет работать, и она сообщает ему о том, что она планирует работать, и так далее. То есть вот эти вот основные стратегии психологического насилия, в том числе психологического насилия, они довольно хорошо помогают обидчику устанавливать власти контроль. И когда начинают давать с его точки зрения, то есть не работают так, как он хотел, то он использует, собственно говоря, физическое насилие, это физическое насилие, как ободок обод этого колеса велосипедного, оно укрепляет эти вот сферы психологического насилия, и держит их всех в таком одном месте, фактически удерживает это психологическое насилие, то есть физическое насилие, усиливает обидчику гораздо быстрее, было физическое насилие. Это одна из таких ключевых моделей, и она, собственно говоря, почему, почему министерские коллеги сказали о том, что о том, что есть модель Эонор Бокер, и они предлагают свою модель колеса насилия, потому что собственная минусульская модель сосредоточена на стратегиях, таких ободных стратегиях добитчика, и она вообще не принимает во внимание поведение пострадавшего человека. Мы будем об этом немного больше говорить дальше, однако это также является ключевым аспектом, о котором мы должны помнить. Насилие происходит не потому, что пострадавшая что-то делает не так, или что-то не делает, или, не знаю, что-то чувствует, может быть, не так насильство происходит, потому что обидчик хочет установить власть и контроль и только причина сильная только в поведении ербитчика. решаю осуществлять ненасилие или не осуществлять. Если мы посмотрим на отношения взрослого человека ребенка, то тут мы можем это бить того ребенка или его, есть мое решение как человека, который имеет преимущество силы, который может реализовать это преимущество силы, если меня как человека обидчика не устраивает, что в поведении или в внешнем виде или в какой-то репрезентации, в любом репрезентации человека, с которым я живу, я должен принимать решение сделать что-то со своим желанием установить власти контроль, то есть только я могу это сделать и я принимаю решение обижать или не обижать этого ребенка, то есть проявлять ему насилие или нет, то есть вот эта умышленность, когда мы говорили о Колесе Леонор Бокер, когда мы говорили о фасах фасах, то это мое решение, это мои осознанные действия. Я по совершению на деле, я очень часто слышу такие истории о том, что полицейский сказал, сказал, что что он вот то, что у вас происходит дома, допустим, беспорядок или что-то там еще, он не так уж вас и бьет. Это если полицейский сказал, это нарушение прав человека, который потворствует этому обличку. То есть если не подходит беспорядок дома, не подходит коммуникация, не подходит взаимоотношение, то я могу сделать шаг в сторону и сказать, давай будем жить отдельно или будем допустим каким-то еще способом решать вот эти проблемы, которые у нас есть. И собственно говоря, на стороне на стороне обидчика, нарушителя, его принятие решения существует обижать или не обижать, как бы себя не вела пострадавшая, все равно решение принимает обидчик. Также довольно часто существуют комментарии такие о том, что ой, я не помню, что я делал, я выпил, до конца владел своим поведением с собой и тут также с моей точки зрения очень простой существует ответ. Ты знаешь, что на тебя психоактивные вещества действуют таким способом, что ты перестаешь контактировать с реальностью и не знаешь, что ты делаешь, то тогда ты перестаешь употреблять психоактивные вещества и берешь это все под свой контент. То есть есть такие моменты, когда человек не контролировал свое поведение и вот эти состояния, так называемые аффективные состояния, когда они устанавливаются комиссии, то есть фиксируются очевидно специалистов, которые могут увидеть, что этот человек действительно не контролировал себя или контролировал себя. Когда я выпил и я не контролировал себя, то я тогда спрашиваю, когда вы выпили, вы с кем нибудь учиняли какие-нибудь браки, насилие совершали, они ничего, я на работе пришел домой. Когда вы шли домой, встречали каких-то людей, встречал, а вы цепляли, что-то делали, с ним, я ничего там не делал. Это означает, что он контролирует свое поведение, потому что он приходит домой, он переступает порог и тогда у него контроль отключается. И насилие осуществляется исключительно по отношению к конкретному человеку, по отношению к конкретному члену семьи, членам семьи. не один из таких, а для одной из таких ключевых на сегодня один, одной из таких ключевых исследований, про которые я хотел бы сегодня поговорить, это исследование Дубышев, которое было проведено в тюрьме для мужчин, которые убили своих сожительниц или жен, один из этих людей, то есть одна из таких людей, у одного из таких людей, жена работала в тюрьме, она начала видеть специфику таких людей, которые сидели за убийство партнеров, то есть жены, это была тюрьма, в которой сидели разные убийцы, это были и люди, которые совершили разбой, которые попали в ДТП с фатальными последствиями, эти уместивые жизни, но она решила найти какие-то общие черты, между международными, которые объединяли бы всех обидчиков убийц, которые убили своих жен или сожительниц, и она начала исследовать, подключился также ее муж, который был создавал логом по образованию, и они сейчас уже сделали очень хорошую публикацию, они дали углубляться в эту тематику, и вы можете приобрести, например, мои, купили их книгу на английском языке, и там были в этой книге собственно их подробные исследования собственно говоря этой тематики, и еще что они увидели в гимнозам, их желание в чем состояло, чтобы опровергнуть или доказать эти стереотипные осуждения, вот те самые, которые на тот момент существовали по отношению к обидчикам, что именно они проверяли, например, проверяли, какое влияние детства на то, что человек будет будущим обидчиком, станет обидчиком, как это действие на него повлияло. Я думаю, что вы также встречаете такие тенденции, такие комментарии о том, что если ребенок увидел, как папа бьет маму, то этот ребенок обязательно во взрослом возрасте будет продолжать населиться насилие, такая у нас есть формула, что насильство порождает насилие, порождает насилие, если бьешь ребенка, то ребенок будет бить свою жену, потом, когда вырастет, или своих детей. Это фактор повышенного риска, это очень благоприятный фактор, благоприятствующий, имеется в виду, для того, чтобы ребенок потом продолжил такое насильственное поведение, но это не является необходимым достаточно условием по исследованию добра шефа, то есть доказали, что все обидчики, которые сейчас являются обидчиками, что они в детстве были значительные подвергнут физическим наказаниям, и тут вы видите, что 11%, только лишь 11% этих убийц наблюдали, как папа бил маму, и только 17% жили без... Ну, они, например, исследовали до выше, было ли это в полных семьях, или не в полных семьях, были ли это родители в разводе, или желали женщин в приюте, в убежище, и так далее. Мы видим, что 29% детей имели опыт насилия в детстве, и основная масса вот этих вот обидчиков, которые сидели в этой тюрьме, они на самом деле жили в насильственных сетях в детстве. А дальше, что они до выше исследовали? Они исследовали насилие, виды, собственно, насилия, которые... происходили и происходили у этого человека в детстве. Физическое насилие, ну, из этих видов, то ли его было 20%, 5% сексуальное насилие, 75% не было использовано, то есть применено ни физическое, ни сексуальное насилие, хотя была такая мысль или допущение о том, гипотеза о том, что все обидчики, такие вот особо жестокие обидчики, они были сексуально обижены в детстве, и поэтому это исследование опровергает эту гипотезу. То есть люди, которые убили своих жен, они не были в своем подавляющем большинство детей, которых обидели, в том числе сексуально, поведение в школе 50 на 50 имеется в виду повлияло. Это исследование охватывало весь жизненный путь такого убийцы, исследовали также социальные контакты, социальные связи, также опыт на рабочем месте, какая-нибудь история антисоциального поведения. То есть в школе 50 на 50 это было, некоторые из них были очень успешными, очень хорошими, социально одобренными детьми, и никто бы сейчас не смог бы сказать, что вот такой-то человек или они, такие люди, заканчивают свою жизнь или проведут значительную часть своей жизни в тюрьме для убийц. Значит, психоактивные вещества, злоупотребление психоактивными веществами, мы здесь видим, немножко подпись ехала, мы видим, что 20% употребляли алкоголь, такая гипотеза, что подростки до 14 лет злоупотребляют психоактивными веществами, собственно говоря, вот в этот период осуществляется формирование импульс-контроля, и когда мы употребляем, ну, имеется в виду, мы имеем опыт злоупотребления психоактивными веществами, то во взрослом возрасте будет гораздо более низкий импульс-контроль, и поэтому исследовалось, как у них была, какая была ситуация у этих людей со злоупотреблением психоактивных веществ до 14 лет, мы видим, что 66% из этих людей вообще не употребляли ни алкоголь, ни наркотиков. И это также является моментом, который доказывает то, что вот эти подчиски, которые гуляют по в том числе в разных профессиональных сообществах, они не всегда имеют подтверждение. исследования касаются их позиции на рабочем месте были разные, то есть добычи доказали, что фактически, что отбитчиками становятся люди с разным происхождением, историей, образованием. Некоторые из них были такими очень надежными людьми с хорошим фасадом внешне. Мы сами, когда смотрим через призму вот этих исследований, мы видим достаточно много таких вот внешне очень успешных людей, которые и сейчас являются обидчиками, нарушителями, на которых идет жалоба по поводу домашнего насилия, что он домашний насильник. И это исследование показало, что обидчики очень часто имеют очень хороший импульс контроль относительно всех людей, с которыми они общаются, но осуществляют насилие только по отношению к ограниченному количеству людей, нескольким людям. Это, как правило, члены их семей. Это может быть также женщина с детьми или старые родители или другие уязвимые люди, уязвимые категории, с которыми этот человек имеет значительное преимущество сил, а относительно других людей никакого насильственного поведения нет. Он не демонстрирует и он имеет такой очень успешный успешный фасад. У нас был такой кейс, когда обидчик звонил подруге, подругам своей жены и не пытался, например, узнать рецепт салата, он говорил, слушай, ты делай такой вот отличный салатик, скажи, пожалуйста, как его сделать, моя жена будет разлучаться домой, я ей сделаю этот салат. И жена Скат говорит, он никогда тебе даже чай не был, не то, что салатик, но он сделал вот этот лицевой фасад, он реализовал такую картинку, что он такой вот заботливый человек, и чтобы вы поговорили с моими подругами, с моими знакомыми, они все от него имеют такое неизгладимое впечатление, такое хорошее чувство юмора, такой коммуникабельный, такой очень джентльменоподобный в отношении к другим женщинам, все именно под таким впечатлением, все завидуют, что у меня такой душ, но если бы они знали, что происходит, и потом когда мы приносили в суд доказательства, фотографии, смс, фотографии телесных повреждений, когда слушали их дочку, показания имеется в виду, и она рассказывала о том, что происходит, то на самом деле вот этот фасад, он оказался очень таким налетим от истины, начался к исследованию добычи, из них обидчиков были такими, которые работали временно, подработать, работой случайно, и другие имели судимость, некоторые имели судимость, некоторые имели судимость, это не носительный противополит, то есть фактически их асоциальное поведение было очень спектрально, оно было очень широкого спектра, они были из разных социальных групп, из разных, с разным опытом, отношений, взаимоотношениями и с правополучлением он и что их объединяло, то есть ничего из таких допущений, которые были на само начало, но что их объединяло, их объединяли глубинные убеждения о пострадавших женщин, то есть глубинные убеждения относительно жен, все 105 мужчин, которые принимали участие в исследовании и которые в тот момент сидели за убийство, у всех у них было такое убеждение, что все женщины используют мужчины, что все женщины используют мужчины, когда я имею такое вот глубинное убеждение, когда я мужчина, которому подходит женщина, то есть входит в мое поле среди, моя психика под действием такого убеждения переходит в очень такой я психика становится, то есть я становлюсь очень напряженным, я ожидаю подвоха, я ожидаю то, что меня используют, моя психика переходит в тонус, меня первые голосы, я в таком тонусе должен очень, так сказать, быть бдительным, следить за тем, что меня не использовали, и моя психика не выдерживает долго в таком тонусе, и любое такое напряжение должно иметь выход, завершится расслаблением, однако, когда человек с убеждением того, что женщины несут ему грунт, сон, когда он живет с женщиной, такой человек, имеется в виду, то рано или поздно, он реализует вот этот страх, и вот это предубеждение, и в конце концов, вот они, эти люди, которых исследовали, они убили своих жен, но это является очень ключевым убеждением, которое мы встречаем не только убийц, мы встречаем не только убийц, мы пока еще не работали с самими убийцами, собственно говоря, мы работаем с женщинами, которые страдают от насилия, и вот встречаясь время от времени с обидчиками в судах, или иногда, они, ну, очень редко, но иногда они приходят к нам в офис, или начинают нас разыскивать, например, они ищут пострадавших в приюте, мы встречаем вот это вот убеждение, что женщины используют мужчин просто так, со мной не может быть просто так, со мной нельзя быть просто так, она что-то от меня хочет, или секса, или денег, или квартиру, или что-нибудь еще, поэтому я должен быть насторожен, что меня не использовали, должен контролировать, как бы предварительно, заблаговременно, должен иметь контроль для того, чтобы меня не использовали. Это с одной стороны, с одной стороны, очень много психологических корней у этого глубокого обеспечения, а с другой стороны, это также и гонкдерные. Это добавляет, сюда добавило дров, собственно говоря, в пламя, собственно говоря, социализация и воспитание вот о деятельности какого фактора он упал, это убеждение, отмечая того, что эти женщины используют вообще второе глубокое убеждение, предубеждение, убеждение, которое это то, что женщина не имеет спектра поведения, она либо очень добрая, либо очень плохая, либо идеальная принцесса Берегиня, либо она последняя шлюха, которая будет вступать в контакт с теми, кто на нее посмотрит, я и только я имею возможность ее контролировать, я должен контролировать как только я ослаблю свою контроль, то она сразу пойдет по рукам, он так и говорит часто в суде, обидчик, так, я знаю, как с ней навести порядок, он говорит, она может быть хорошей женой, ей нужно только уволиться с работы, потому что там могут быть всякие мужчины, которые на нее как-то не так смотрят, и у нас все будет хорошо, то есть фактически в этой коммуникации он демонстрирует то, что он рассматривает ее как объект, сексуальный объект, который не имеет собственной способности решить, с кем этому человеку вступать в сексуальные отношения, с кем не вступать, таким образом он трактует свою партнерку как низшее лицо, которое само не может принять решение, ее могут использовать сексуально в том числе все, кому только захочется, и она не способна решать что-то о своем теле самостоятельно никаким образом. Это тоже такой важный ключевой момент, это глубинное убеждение, потому что это убеждение не обязательно наступает перед убийством. Эти глубинные убеждения обидчиков, которые ходят вокруг нас, и они очень часто начинают очень ревновать, они появляются на рабочем месте ни с того ни с сего. Она говорит о том, что я никогда не знаю, чего от него ждать. Он еще ни разу не сказал мне правду о том, что будет происходить. Например, он говорит, я буду в два часа, а приходит в десять. или я буду делать одно, на самом деле делает совершенно другое. Я здесь вижу вопросы, я прокомментирую ответы на эти вопросы после презентации. И третий момент, третье глубинное убеждение касательно этих обидчиков, что они думают о женщинах, это то, что женщины должны заниматься сексуальными и бытовыми потребностями мужчин. Это, знаете, такое святое убеждение священное, просто, что ты должен выполнять свой долг. У нас так обидчик один сказал, я его немножечко переформулирую, чтобы это можно было сказать в эфире, но он сказал так, твой долг, чтобы всегда было что есть дома, чтобы всегда было чисто дома, и чтобы ты всегда была готова к сексу, когда я этого захочу. То есть твои потребности в этом случае вообще не учитываются, о твоих потребностях никто не заботится, никто не интересуется твоими потребностями. Если я захотел секс, это должна быть готова, это твоя обязанность. парадигме не живут в такой парадигме. У нас, например, был один такой кейс, когда женщина просила сделать что-нибудь, чтобы ее быстрее развели, потому что каждый раз, когда адвокат у него затягивал процесс развода, и каждый раз, когда его откладывали или не разводили, он приходил домой и говорил, все, давай. И она идет на этот сексуальный контакт, хотя она говорит о том, что у меня уже нет сил, я уже замучена, я не хочу, мне неприятно, противно и так далее. И когда мы начинаем говорить о том, что это насилие, это изнасилование в браке, ты имеешь право сказать нет, ты не обязана всегда быть готова к сексу. Очень часто, особенно если это люди из уязвимых категорий или где-то в сельской местности, мы встречаем такое непонимание. У нас есть огромная проблема с тем, что женщины не идентифицируют сексуальное насилие в браке. Они не готовы говорить о сексуальном насилии в браке. С другой стороны, мужчины трактуют свои сексуальные потребности как обязанность, которую должна реализовать жена, и она должна всегда быть готова к таким контактам. И эти три глубинных убеждения дали стопроцентное объединение всех этих обидчиков в исследовании Добаша. Потом это исследование, похожее исследование, провела индийская исследовательница в Индии. Мне сейчас сложно вспомнить ее фамилию, но в интернете можно найти ее имя. Она провела исследование обидчиков, которые совершили сексуальное насилие, то есть Добаша исследовали убийц, которые убивали своих партнерок или жен. Это индийская исследовательница, она исследовала насильников, и очень похожие глубинные убеждения оказались также среди насильников эти глубинные убеждения, которые были обнаружены у сексуальных насильников в Индии. И следующее исследование, которое я хотела бы рассказать подробнее, это исследование, которое называется график убийства. Оно достаточно новое. Это исследовательница британская, которая в 2019 году исследовала более 400 кейсов убийств и нашла такие общие тенденции, которые объединяли все эти кейсы. И она назвала это шагами к убийству. Эти шаги я сейчас озвучу. Во-первых, был опыт у обидчика преследования и насилия до этих отношений. То есть он уже проявил себя как обидчик в предыдущих отношениях. И на это нужно обращать внимание, особенно когда мы работаем в профилактических направлениях. Нужно об этом говорить с молодыми людьми, с молодыми девушками. О том, чтобы интересоваться и спрашивать об отношениях, которые были до тебя. И время от времени мы встречаем такие комментарии. У него был просто трэш. но вот я его переделаю. Я буду его любить и он поменяется. Возможно. Но очень важно знать о таких исследованиях, которые свидетельствуют о том, что это такой большой фактор риска. И на этот фактор риска нужно просто обращать внимание, нужно его учитывать. счастье и всегда желаю людям счастья и оптимизма в отношениях. Я знакомлю своих клиенток, с которыми я работаю, в том числе с этими исследованиями, которые указывают о том, что если были предыдущие насильственные отношения у этого обидчика, то это огромный фактор риска. Следующий очень важный фактор риска это такая быстрая динамика развития отношений. То есть эти букетные конфетные периоды, которые начинаются перед сближением, которые происходят перед сближением, здесь в этих отношениях их почти нет. то есть мы знакомимся и через несколько часов или через несколько дней я оказалась в его квартире. Я как-то не уследила, как это случилось. Каким-либо образом я переехала к нему. Это цитата одной из моих клиенток, когда я начала исследовать ее отношения с ее партнером, она мне, потому что я спрашивала, как происходило сближение, каким образом вы познакомились, как вы перешли к близости, и это все было очень быстро. То есть такой стремительный процесс сближения является фактором риска. он дает нам сигнал о том, что может быть какая-то опасность. Это не обязательно, но это возможно. Это такой возможный маркер, на который следует обратить внимание. Ну и дальше начинается насилие. Дальше в отношениях преобладают принуждения и контроль. Например, эта клиентка, о которой я говорю, что непонятно, как она оказалась в его квартире, она говорит, я еще не купила ни одной вещи, ни одного предмета одежды, который я купила, который я хотела бы купить. Каждый раз он идет со мной в магазин, и если мне что-то нравится, он это обесценивает, он говорит, это не нужно покупать и выбирать что-либо другое. И он убеждает меня, то есть не происходит никакого физического насилия, но она это отслеживает, она говорит, когда я это поняла, что с того времени, как я приехала к нему, у меня не появилось ни одного предмета одежды, который я хотела бы, он принимает решения о всех покупках, в том числе о личных покупках, которые она совершает. Это сигнал насилия. Она говорит, я не вижу насилия. Когда мы смотрим на эти отношения в целом, это такие вроде бы респектабельные отношения, в них все окей. Когда я говорю, например, с девочками, о том, как у них шли первые отношения, первые контакты, я всегда обращаю внимание на различия между опекой и заботой, потому что это также очень важный маркер, о котором нужно помнить. Обидчик очень часто становится в позицию опеки, когда я чувствую себя ребенком. И это, знаете, такая приятная, казалось бы, позиция, потому что обо мне заботятся, за меня принимают решения вместо меня. Я не переживаю, за что я буду покупать какую-то зимнюю обувь, например, или что-то такое. Мне нужно позаботиться, это все делают за меня. Но это, знаете, такая теплая вода, которая греется. И вот это как эта история о лягушке, которая в этой воде, и эта лягушка уже не выпрыгнет из этой теплой воды. Она уже в этой воде сварится. Если бы она сразу же попала в горячую воду, она бы выпрыгнула. Если бы я сразу увидела, какой он обидчик, я бы никогда не вошла в эти отношения. Но насилие происходит очень постепенно. Мы никогда не связываем свою судьбу с человеком, который сразу же начинает меня обижать, начинает надо мной издеваться. Мы связываем свою судьбу преимущественно с человеком, который обо мне заботится. Этот человек ко мне внимателен. Этот человек хотел бы, чтобы у меня все было хорошо. И этот человек, с которым я начинаю быть уязвимой и вступаю в отношения. Но чем отличается опека от заботы? это вопрос, который я часто задаю в аудиториях. И сейчас я отвечу на этот вопрос, потому что у нас, к сожалению, нет времени. У нас только по два часа на каждый вебинар и даже меньше двух часов получается. И фактически это такие спрессированные тренинги, которые я провожу обычно на несколько дней. Итак, опека всегда идет сверху вниз, она всегда с позиции власти и контроля. Забота она всегда на равных, она всегда о том, какая у вас точка зрения, позиция, что ты скажешь. Я сижу в ресторане, например, пью пиво с подружками и тут звонит мой партнер и спрашивает, слушай, ты что, 12 часов ночи, что ты себе думаешь вообще? По району уходят маньяки, я переживаю, дети плачут, а ты в 12 часов ночи пьешь пиво. Я сажусь в машину и сейчас я за тобой заеду. И вопрос заключается в том, это опека или забота. И ответ на этот вопрос заключается вот в чем. Это опека, и для того, чтобы эта опека стала заботой, в конце этого вопроса, в конце этого разговора, что я сажусь в машину за тобой еду. Должен быть вопрос, окей, то есть ты согласна, чтобы я сел в машину и за тобой приехал. Если есть этот вопрос, эта опека превращается в заботу. Когда у меня спрашивают разрешение насчет решений о моем теле, о моей жизни, это забота, я могу сказать, да, давай, я уже выпила, приезжай, забери меня. Я могу сказать, ты знаешь, я возьму такси и сама приеду. Я могу сказать, нет, не надо никуда ехать, меня кто-то привезет. И это решение с моей стороны. А когда я слышу, что я беру машину, приеду за тобой, и здесь нет вариантов принять решение для меня, это опека. Я надеюсь, что вы понимаете эту разницу, потому что это очень серьезный нюансы, о которых мы часто не думаем. Когда мы попадаем в эту среду, такую теплую среду опеки, мы регистрируем в такую, знаете, детскую позицию, и потом через некоторое время, к сожалению, мы оказываемся в насильнических отношениях, потому что опека это всегда сильном неравенстве сил. Итак, возвращаемся к графику убийства. Что происходит в жизни, когда обидчик понимает, что он теряет контроль? или же они прекращают отношения? Например, она говорит, все, я с тобой больше не могу, я больше с тобой не буду. Это огромный фактор риска, и есть исследования, которые проводились в Соединенных Штатах Америки, которые говорят о том, что период дистанцирования, период, когда мы сепарируемся, период сепарации, опасность сепарации повышает риск жены быть убитой в десятки раз. Я уже не помню точных цифр, но эти исследования достаточно шокируют. как только обидчик понимает, что теряет эту пострадавшую, он рассматривает ее как свою собственность, и он говорит, если ты не будешь моей, не будешь ничей, и он убивает. До широкомасштабного вторжения России в период ковида в Украине были достаточно резонансные убийства, целая серия фемицида, когда молодые парни убивали девушек. Собственно, в период, когда она сказала, что я с тобой не буду. Один облил какой-то кислотой, второй снял квартиру, пригласил ее на прощание и там убил. Это было здесь, во Львове. То есть у нас была целая серия таких специфических убийств, когда отношения были под угрозой разрыва, когда он понимал, что он ее теряет и происходило убийство собственно в такой ситуации. эскалацией. следующий шаг, пятый шаг, когда обидчик начинает повышать, повышать свое присутствие, свое нависание, свой контроль в жизни пострадавшей и угрожает суицидом. суицидальность это фактор, который мы всегда исследуем, когда работаем, и суицидальность также входит в форму оценки рисков. Полиция исследует, насколько высоким был риск повторного насилия. суицидальность это всегда очень серьезный фактор, потому что очень часто бывает так, что обидчик убивает пострадавшую, возможно, и детей, и тогда заканчивает жизнь самоубийством. То есть фактически эти угрозы суицидальностью мы всегда призываем воспринимать серьезно. следующий шаг в этом графике это решение, то есть я решаю, что ты не будешь ничья. Я тебя теряю, и я решаю, каким образом это остановить. И потом седьмой шаг это планирование. Он продумывает способ как он ее убьет. И следующий шаг это собственно убийство, сама реализация этого плана. И здесь вы впервые видите на моей уже второй презентации слово жертва. Собственно, слово жертва, здесь есть вопрос в чате. слово жертва мы применяем исключительно по отношению к погибшим людям. То есть когда человек жив, когда эта женщина борется, когда у нее есть шансы и какие-то перспективы, мы ее никогда не называем жертвой. мы говорим о жертвах войны, мы говорим о жертвах скажем ДТП, но мы не говорим о живых пострадавших от домашнего насилия как о жертвах, потому что это слово забирает перспективу, это слово как бы не дает оно истощает этого человека и когда мы работаем с такими людьми, я немножко больше об этом расскажу в пятницу, но наше задание дать этому человеку больше ресурса, больше сил сделать так, чтобы она могла выйти из этой ситуации самостоятельно и могла возвращать контроль за своей жизнью, поэтому мы не применяем слово жертва. И еще одна история, на которой я хотела бы остановиться, сейчас будет описание насилия, поэтому давайте я сейчас вернусь еще сюда, поэтому если это может вас каким-либо образом триггернуть или поднять какие-то травматические ситуации, травматический опыт, пожалуйста, позаботьтесь о себе сейчас, выпейте воды, или у меня есть такое универсальное упражнение, которым я всегда учу почти всех своих клиенток, упражнение, которое я сама достаточно часто применяю с потерпевшими, она называется точки опоры или пять точек. Сейчас я остановлю презентацию, чтобы немного больше с вами поговорить, то есть пять точек или точки опоры. Мы садимся и даем телу понять, что у него есть точки опоры. если базовая позиция это сидя, но если у меня нет возможности сидеть, например, меня ждут перед судом, мне нужно стабилизироваться, это такое упражнение на стабилизацию, я могу также опереться о стенку, и тогда это будет три точки, то есть ноги, мы сейчас садимся, сядьте, пожалуйста, отвлекитесь от каких-то дел, если вы что-то параллельно делаете, сядьте таким образом, чтобы ваши ноги стояли на полу, и таким внутренним взглядом просто почувствуйте, как правая нога касается земли, касается пола или другой опоры, можно даже прижать немного эту ногу, чтобы вы чувствовали этот контакт. Мы даем телу понять, что это место нашей опоры. Потом то же самое на левую ногу, та же процедура, просто внутренним взглядом наблюдаем, как подошва ноги, стопы касается земли, опирается на землю. Немножко я выключила презентацию. Да, я выключила презентацию. Дальше мы опускаем свое внимание на ягодицы. Просто исследуем, как тело, как наше тело, эти ягодицы и основа ноги, основа бедра опираются сначала с правой стороны и потом с левой стороны. Можно так даже немножечко побалансировать, чтобы мы почувствовали эту опору. И пятая точка это спина. То есть пять точек опоры мы даем психике понять, что нам есть на что опираться. И дальше следующий шаг это наблюдение за тем, как мы дышим. Это попытка опустить свое дыхание на живот. для того, чтобы дать сигнал, что стресс отменяется, так сказать. Чтобы включить антистрессовую программу нашей психики и просто понаблюдать за тем, как мы дышим. Очень стабилизирующее упражнение. И когда у вас есть коммуникация с человеком, когда у вас очень сильные эмоции, когда человек пришел к вам, о чем-то рассказывает и плачет, или вы понимаете, что какие-то воспоминания поднимаются, это сигнал собственно выскочить из этого из этой травматической воронки и стабилизировать, сосредоточиться на этих точках. и в таком состоянии вы можете гораздо больше помочь этому человеку, чем просто сидеть и начинать плакать. Поэтому, пожалуйста, используйте ее. Мы используем это упражнение, когда мы готовим пострадавшую к суду, особенно если это пострадавшие от сексуального насилия, когда они встречаются с насильниками. Помогает достаточно хорошо стабилизироваться, как мне, например, когда я работаю с таким человеком, так и самому человеку. На самом деле, знаете, когда я это применяю, моя клиентка не замечает, что я таким образом стабилизируюсь. Она находится в своих рассказах. Я на несколько секунд отлучилась, опять присоединилась, и я гораздо более эффективно могу помогать, чем перед этим. Поэтому, когда мы говорим о каких-то или описываем какие-то случайные насилия, то в такие моменты важно быть в стабильном состоянии. Сейчас я как раз хотела бы перейти к описанию насилия. Прежде чем зачитать эту историю, я хочу рассказать предысторию этой истории. это подход, как мы должны рассказывать о насилии, потому что, поскольку здесь многие из нас это люди, которые общаются с различными уязвимыми группами женщин, мы часто можем рассказывать либо в соцсетях, либо на встречах с какими-то журналистами, журналистками. Этот подход очень хорошо показывает, каким образом мы должны расставлять акценты. Это подход шведской эксперты-журналисты Линды Коутс, который она применяла, просто она взяла газетную статью из криминальной хроники, там описывали изнасилование. Я сейчас прочитаю эту статью, она очень коротка, и здесь будет описание изнасилования. Он пошел за ней под эту ару, она скачила, скачил, чтобы словить ее, она пришла в другую сторону, схватила ее за плечи, кину ее на землю. Она каталась по земле, пытаясь освободиться, он тянул ее к кустам, она цеплялась за корни деревьев, чтобы он не смог затащить ее в кусты, она начала кричать, он держал камень на голову и угрожал ее убить, если она будет кричать. Она перестала кричать, он называл ее бранными словами, она сказала, ты не оставил ее развернуться к себе, она отворачивала свое лицо, он пытался снять ее пояс, она выпучивала живот, чтобы он не смог снять пояс, он бросил ее на землю, чтобы удерживать всем телом, она скрестила ноги, чтобы он не смог снять ее штаны, он пересилил ее, вагинально ее изнасиловал, она была напуганная, чтобы избежать больших травм, она встала и ушла в другое место. Вот эта статья, которая была напечатана в газете, и Линда дала нам эту статью и сказала, пожалуйста, вот сейчас зачеркните все, что касается ее поведения. Каждое предложение, которое описывает ее действия, пожалуйста, зачеркните. И мы зачеркнули таким вот способом, примерно как здесь изображено. И дальше произошла следующая история. Он пошел за ней про тротуар, он подскочил, чтобы ее поймать, он схватил ее за плечи и бросил на землю, он тянул ее в кусты, он держал каменной головой, украшал ее убить, если она будет кричать, он называл ее бранными словами, он заставил ее развернуться к себе, он пытался снять ее пояс, он бросил ее на землю, чтобы удерживать ее всем телом, но он пересеял ее и покинали и ее изнасиловал. Это результат, который мы получили, зачеркнувший все упоминания о пострадавшей. И, собственно говоря, такой вот эффект Линда использует, и когда я, например, провожу тренинги для журналистов, мы про это очень много говорим, и я стимулирую их, чтобы они вот именно таким способом смотрели на насилие. Почему? Потому что, вопрос риторический, потому что, когда мы начинаем описывать поведение пострадавшей, то, что делает наша психика? Наша психика, когда я читаю этот текст, она психика, хочет, чтобы я была в безопасности. Первое, что она делает психика, это идентифицирует меня с пострадавшей. Я начинаю анализировать, что она сделала не так для того, чтобы не быть изнасилованной. Может быть, она слабо выпущила живость. Может быть, она его плохо просила. Может, она слишком медленно шла изначально. И такая вот эта засада, в которую попадает ловушка, в которую попадает психика у любого человека. И таким образом, мы переходим в позицию вихтим блаймингу, так называемого, когда мы ищем и находим причины того, что такое насилие или изнасилование произошло. Причины, связанные с пострадавшей. Такие причины они ищут, то есть мы ищем. Идея в том заключается, что мы попадаем в эту ловушку психики для того, чтобы спасти себя, для того, быть в безопасности. У нас был очень интересный такой судебный случай. Это был такой ужасный случай насилия, и судья довольно такая осознанная, довольно такая сознательная, внимательно слушала пострадавшую, не делала, конечно, грубых замечаний по поводу гендерного стереотипа или еще чего-либо, и она слушала, слушала, и так, знаете, села и говорит, спрашивает, имеется в виду пострадавшую. Скажите, пожалуйста, почему он так с вами себя повел? Это был вопрос пострадавшей, наша пострадавшая сказала. Вот он сам сидит, спросите его, то есть что сделала психика этой судьи? Она приблизительно такого же возраста, как пострадавшая, она ее идентифицировала очень быстро собой, и для того, чтобы подсознательно сделать вот этот опыт таким далеким от себя, она спрашивает следующее, каждый раз когда вот такое спрашивает, когда нам хочется спросить, почему он вас обидел, пожалуйста, вспомните, что это не вопрос пострадавшей отрисованной, это вопрос обидчика, когда мы начинаем описывать, у нас было очень много таких вот резонансов, у нас было ситуации изнасилования в Украине, где журналисты начинали исследовать, например, был случай допустим изнасилования в полицейском участке полицейскими и мы имели ужасные журналистские расследования, когда журналисты начинали исследовать, какое детство имела пострадавшая, с кем она дружила, с кем она встречалась, никто к сожалению не исследовал детство обидчика, обидчики остаются в тени, основная проблема этого социального контекста насилия, с моей точки зрения, это то, что поведение обидчика никто не обращает внимание очень часто, то есть, когда мы берем какие-либо изображения или описания насилия, изнасилования или другого случая гендерного оскорбления, мы слышим, видим и так далее о жертве, о том, что она была из уязвимой семьи, неполная, что она была из работы или что она была очень успешной, то есть, мы что начинаем? Описывать, читать описание жизненной ситуации пострадавшей жертвы обидчики всегда остаются в тени и с моей точки зрения очень важным фокусом активизма должно быть, собственно говоря, включение света, освещение злодея, сосредоточение этого света на обидчики, что он делал, как он пришел к этой ситуации, как социум ему содействовал в том, что он совершил такой акт насилия, как государство сделало возможным такое насилие, и тогда мы будем иметь более качественные и журналистские расследования, и наши комментарии, и наши интервью будут значительно более чувствительными в отношении проблем насилия и в отношении проблем жертвы. И тут несколько представленных комментариев, что мы говорим, что мы не говорим. Я уже сказала о том, что мы не используем слово жертвы, к сожалению, эта тенденция началась относительно недавно, и, к сожалению, некоторые международные документы все еще имеют слово жертва, жертва, виктим в своем тексте, и украинское законодательство уже не имеет слова жертва ни в одном документе, но, например, Стамбульская конвенция достаточно широко использует такое слово, мы знаем, что Стамбульская конвенция это достаточно старый документ, и мы в то время еще не имели такой инициативе отказываться от слова жертва, поэтому необходимо принимать внимание, мы не используем также слово сочетание поддалась насильству, оно не поддалось насилию, это преступник осуществил насилие, и это ответственность пострадавшей за то, что происходит насилие, и то, что она сама спровоцировала. Это также очень важный момент, и тут я также видела, я уже заканчу свою презентацию, я потом сразу перейду в комментарии на вопросы, и тут был также вопрос, есть ли исследование эффективности пострадавших от кендерно обусловленного насилия, почему женщина, которая оставила отбитчика, со временем начинает новые отношения, появляется новый партнер, снова применяет насилие. вопрос в чате, и я позволю себе на него ответить. Ну, прежде всего, что касается провокации, что кажется эффективности, на протяжении сегодняшнего вебинара я старалась сделать так, чтобы мы понимали, что за насилие несет ответственность обидчик владей и как бы например ребенок бы себя не вел, все равно решение и ответственность за насилие в этих отношениях лежит на обидчики. Сама эта перспектива здесь находится, то есть ответственность на злодея, на обидчики. Что бы я ни делала, мы можем провести эксперимент. Возьмите меня, спровоцируйте, чтобы я там мутариваю, совершил насилие. Это невозможно. Если я не хочу осуществить насилие, что бы ни происходило, я не совершил такое насилие. И что касается эффективности, это такое понятие, которое было извлечено в том числе и с украинского законодательства под действием того, что первый наш закон был о насилии в семье. И он, этот закон, совершил в первой своей редакции, имел, предусматривал ответственность за объективное поведение и под действием многих обращений, вследствие многих обращений правозащитников и правозащитниц международных организаций к странам, то есть к стране, Украина отказалась от такого понятия эффективное поведение и провоцирования насилия и особенно наказания, пострадавшие за провокацию насилия. Это уже не является частью нашей практики и такого сейчас в Украине ну как минимум в доконодательной базе мы не употребляем и используем. Что касается того, что женщина, которая ушла от обидчика со временем начинает отношения с новым партнером и новый партнер снова прибегает к насилию, то тут ответ может быть такой, что во-первых, у нас много, очень много мужчин обидчиков и могло просто снова не повезти, то есть она снова попала на обидчика, который снова осуществил насилие. Во-вторых, мы опять-таки в ту же самую парадингу возвращаясь если такой обидчик, вот этот второй обидчик, второй партнер совершает насилие, это не означает, что она какой-то способ должна страдать, потому что никто не имеет права совершать насилие по отношению никому человеку и чтобы этот человек не делал, то государство должно помещаться в защите этого человека, то есть существуют исследования, которые это раскрывают, к сожалению, очень мало я на таких вебинарах распаковываю, можно сказать, раскрывая психологических теорий и подходов, однако существует исследование, которые исследуют активность, и это свидетельство это о том, что есть, собственно говоря, несколько процентов такого вытянного поведения, которое нацелено на то, чтобы побыстрее разрешить вот эту фазу. Когда слишком сильно растет напряжение, это сильно, то пострадавшее не может выдерживать, и она делает что-то такое, чтобы это насилие уже произошло, она не выдерживает этого напряжения. Но это всего несколько процентов, и это никоим образом не может быть оправданием насилия. Это очень важно понимать. чтобы не происходило, мы никакого права не имеем, чтобы не происходило с поведением пострадавшего, я имею в виду. Насильник, обидчик всегда может дистанцироваться, не совершать насилие, обратиться за помощью. Я забыла, что я еще должна была вам рассказать о коррекционных программах, кстати. Виктория, я вас не слышу. Коррекционная программа, у нас есть буквально несколько минут, я очень быстро вам расскажу, хорошо. Итак, коррекционные программы. Во-первых, у нас Стамбульская конвенция обязывает государство совершать, скажем так, создавать возможности для того, чтобы насильники, обидчики могли получать помощь в коррекции своего населенческого поведения. и здесь важно понимать, что я даю только свои суждения. То есть, это выводы, которые я понимаю лично, опираясь на свой опыт и на свою деятельность. То есть, я убеждена в том, что для того, чтобы коррекционные программы, то есть специальная программа для того, чтобы обидчик мог скорректировать свое поведение, чтобы эта программа была эффективной, мы должны сделать так, чтобы обидчики обращались добровольно. Я время от времени вижу такие обращения, когда пострадавшая говорит о том, что она стала менять свое поведение, и обидчик говорит, знаешь, я бы тоже пошел к психологу, может быть, ты спросишь у своего психолога, может быть, она меня станет принимать, я лично не работаю с обидчиками, я работаю только с женщинами, которые совершают насилие над своими детьми, но это несколько другая специфика, обидчиками. Я его могу направить к своим коллегам. Такие обращения гораздо более эффективны, чем те обращения, которые происходят по решению суда. У нас в Украине действует такая возможность, что суд направляет обидчика на прохождение так называемой программы для обидчиков. За непрохождение этой программы обидчик уголовно наказуем. То есть, если его суд направляет на такую программу, и он избегает этой программы, то наступает уголовная ответственность. и это на самом деле, знаете, с моей точки зрения, это несколько такой симуляк, когда обидчики приходят на эту программу, потому что им угрожает уголовная ответственность, и они становятся в позицию «Ну, давай, исполняй». И бедные психологи, которые исполняют, они очень часто встречаются с таким достаточно сложным противодействием. Потому что, когда нет желания изменить свое поведение, то очень сложно это желание интегрировать. Здесь также я вставила комментарий о значительной частью касательно гендерной обусловленности насилия. У нас все органы местного самоуправления могут утверждать, что могут утверждать свои типичные шаблонные программы, но когда я их вижу, эти программы обычно не имеют мотивационной части. для того, чтобы коррекционная программа была эффективна и с моей точки зрения, что я бы делала, я бы сильно расширила мотивацию. Я бы увеличила время, когда мы работаем с тем, как насилие влияет на меня, как насилие влияет на человека, которого я люблю, как оно влияет на моих близких, на моих детей, на мою работу и так далее. И тогда, когда я приду к пониманию, что это насилие уничтожает в том числе и меня, я гораздо быстрее смогу пойти на сотрудничество с людьми, которые занимаются этой коррекционной программой. И здесь важно, чтобы эта коррекционная программа имела как групповые встречи, так и индивидуальную терапию. потому что я видела в различных странах очень эффективно применяются такие техники, КПТ в коррекционных программах, которые утверждены в различных странах мира, например, в Хорватии достаточно хорошо используют программы на основании КПТ. То же самое в Канаде и в некоторых других странах, то есть там есть четкие протоколы, они работают индивидуально со злостью, с повышением импульс-контроля, то есть очень много различных майндфулнесс-практик и так далее. И следующее, что я еще хотела бы добавить, это то, что с моей точки зрения я здесь соглашусь с тем, что сказала одна экспертка из Польши, которая занималась исследованиями в США, и она сказала, что их исследования показали, что если программа не включает этого глубокого понимания, как произошла гендерная социализация этого обидчика и каким образом насилие ему было передано социум, эта программа не будет эффективна. И поэтому часть этих гендерных стереотипов, часть этих практик, социальных практик гендерирования должна быть включена в эти программы. Наконец, все, что я планировала вам сегодня представить, я вам рассказала, и был еще у нас вопрос о глубинных убеждениях. Очень различные направления достаточно хорошо работают с глубинными убеждениями, в том числе КПТ, схема терапии, хорошо дают, хорошо справляются с глубинными убеждениями, которые являются причиной тех или других поведенческих проявлений у нас. это индивидуальная терапия, Оля. С нашей стороны, все, если нет каких-то серьезных замечаний, то, пожалуйста, будем заканчивать. Спасибо вам и до встречи в пятницу. Спасибо, до встречи.